Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор приложения Мимимишки Книжки. Как я и обещал, я купил все книжки, а в прошлый раз мы рассматривали с вами Звездное Небо, и сейчас следующая сказка это Грибы и Листья. Давайте же посмотрим, про что она. Ну, понятно, что она про Грибы и Листья, но подробности можно узнать из нашего видео. Так, смотрим, здесь у нас, как я вижу, шесть мини-эпизодов. Сперва нужно найти корзину. Получается, внизу у нас какой-то барабанчик. Это, наверное, выход, да? То есть нам сначала нужно идти к корзинке. В принципе, здесь, по-моему, не сложно. То есть мы можем идти практически по прямой. Тучка! Ты где? Тучка, ты где? Не понял. А что, я пройти здесь не могу? Тучка! Ты где? Нет, могу. А почему же он так тучку зовет? Вот, идем. А корзинка-то у нас пустая. Нас не заставят еще потом ее наполнять, прежде чем выйти из игры. А теперь помоги Кеше найти выход из лабиринта. Ну, нам придется немного вернуться назад. Если мы пошли вниз, там бы был тупик. А нам нужно, наверное, на барабанчик, да? Я вот не пойму. У нас два выхода. Справа и слева. И слева. То есть слева это то место, откуда мы пришли. Слушайте, а может нам сначала набрать нужно вон каких-то ягод? А давайте попробуем быстренько сходить. Вот сюда, к ягодам. Красненькие такие. Или это мухоморы, я вот не пойму. Сейчас узнаем. Клубника. Ну что, мы набрали клубники или нет? Как вы думаете? Я думаю, набрали. И теперь можно с полной уже корзинкой с полной... Ой, не туда. Идти на выход. По-моему, ты сейчас пропал, Кеша. Ты же заблудился, а не тучка. Вот, вышли. Здорово. Так, следующая мини-игра. Ага, у нас была картинка. Нам ее разделили на 12 частей и все их перекрутили. В принципе, наша задача просто их вращать в правильном направлении. Вот, видим, да? Тут не так уж и сложно это делать. Ведь на картинке наши мишки по-любому не могут быть вверх в тормашке. Поэтому просто мы придаем им правильную форму вот так вот. И все, наша картинка собрана. Ну, рыбу вялем, моржевое мясо, рыбий жир. Ух ты. Вот это они молодцы. Так, следующая мини-игра. Ого. Что это у него такое? Грибок. Еще грибок. А получится, листочки нам, наверное, не нужно, знаешь, убирать? Или нужно? Нет, наверное, листочки мы просто отходим. Ай. Подождите, а мухоморы нужно убирать или нет? Как вы думаете? Что-то много грибочков разных. Так, у нас уже почти полная корзинка. Да, мухоморы нам тоже засчитываются. То есть, если посмотреть на корзинку, то когда берешь мухоморчик, она тоже заполняется. Вот, по-моему, полная корзинка, смотрите. И это действительно так. Видим, такая штукенция у нас еще дальше будет в пятом эпизоде. А пока мисс четвертый. Что же это у нас? Нам подсказки какие-нибудь дадут? Так, мы должны развести листики и собрать нужные грибочки. Вот, лисичка. Не в смысле наша подружка лисичка, а в смысле грибочек лисичка. Так, дальше. А это? А это кто у нас такой? Непонятный, смотрите. Нет. Не сюда. А, тут есть грибы, получается, которых нет на картинке. То есть, нам нужно найти еще правильные. Вот эти вот беленькие, видите, их много. Они неправильные. Так, это... Кто это у нас? Подосиновик. А это какой-то масленок или кто это? Белый гриб. Ну, почему-то на картинке он не как белый. Так, дальше. Вот у нас есть какой-то розовый гриб. Сыроежка. В общем, как-то их тут разрисовали, по-моему, не совсем правильно. И последний это... Рыжик еще... А, то лисичка, то рыжик. Все. А если мы еще раз зайдем, будут грибы другие? Или такие же? Да, такие же грибы. Но зато мы знаем, куда их уже ложить. Поэтому я быстренько их положу на место. И перейдем к следующему эпизоду. Белый гриб. И подосиновик. То есть пока там Кеша занимался блужданием в лесу. Тучка тут тоже без дела не сидел. Собирал грибочки. Вот это Кеша насобирал у нас клубнику. А тучка собирал грибочки. Так, а что это у нас такая за машина-чудо? Похоже, ну не знаю даже на что. На газонокосилку какую-то. Так, вот у нас есть бочка. Вот у нас есть педали. И все это соединяется какой-то цепочкой, да? А, ну правильно. У нас еще нет вот этих вот колес. И рамы. И сиденья. Что, еще что-то здесь есть? Ух ты, а это что у нас? А, правильно, это же все, что соединяет нашу конструкцию. И последнее, за что нам держаться. Типа... В общем, чудо-юдо рыбакит получилось у нас. А мы ей будем как-то пользоваться? Или она просто для красоты? Сейчас мы узнаем... Ого, что это такое круглое? Наша земля, что ли? Это цепра один. Так, выбери указанное количество листьев. Один. А вот получается и наш аппарат. То есть, как вы видите, все-таки мы им его используем. Это цепля 2. Так, получается у нас дают две кучки листьев. Нам нужно выбрать правильную. Нам даже подсказывают. Вот циферка 2. Циферка 3. Ого. А почему они с этой стороны все не выбрали? Что нам, всего лишь до трех нас научили? А еще можно? Будут ли другие цифры или нет? Это цифра 1. А давайте выберем неправильный ответ. Это не то. Это не то. Это не то. Это не то. Прикольно. Да! Вперед! Это цифра 2. Опять выберем неправильный вариант. Это не то. 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 Прикол. Да! Вместе по лесу идут! Собирают шишки! Слышите какая песенка на заднем плане прикольная. Мишки по лесу идут, собирают листья, вместе песенки поют. Мими-мишки, что-то там такое. Может они еще раз пропоют? Так, ну что, это и все, да? Такая короткая сказка. Первая, которая была «Звездное небо» как-то более прорисованная, которая бесплатная. А за эту сказочку мы заплатили денежку, а она в принципе такая оказалась коротенькая и простая. Так, ну ничего, у нас еще есть две сказки. Фотоохота, вот видите, и путешествие. Их мы рассмотрим уже в следующих обзорах. Буквально через несколько дней выйдет фотоохота, ну а потом за ней уже путешествие. Если вам хочется посмотреть, что же там в этих сказках, то следите за нашими обновлениями и очень скоро вы это узнаете. А также, если вам понравилась эта сказка, то поддерживайте это видео и ее своими лайками, комментариями. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. А также подписывайтесь на наш канал и не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Оставайтесь с нами. Дальше только интересные детские обзоры. Пока-пока, до новых встреч.